Это центр видеонаблюдения, аппаратно-программный комплекс. Десятки камер в режиме онлайн записывают жизнь города. С их появлением потенциальные хулиганы стали аккуратнее. Сократилось вообще количество преступлений и административных правонарушений. Соответственно, уже многие знают, где камеры установлены, их достаточно видно, легко определить, что это камера видеонаблюдения. И если преступник хочет совершить преступление, он, конечно, не будет совершать это под камерой видеонаблюдения. По статистике, большинство преступлений совершается вне камер наблюдения. Но многие аппараты увидеть сложно. Они могут сливаться с яркими вывесками магазинов. Видеокамеры могут приближать картинку, вращаться в стороны. Все по желанию дежурного сотрудника. Сотрудник, находящийся на дежурстве, видит, что происходит правонарушение. Он сообщает об этом дежурную часть. Дежурная часть немедленно по данному адресу вызывает наряд полиции, который задерживает преступника. Полиция может немедленно среагировать даже на так называемую непонятную ситуацию. Это может быть ссора между людьми или разгорающийся конфликт. Женщина в варке, продавец уснула, и они возле варка крутились. Соответственно, попытались вскрыть рядом находящийся холодильник с алкогольными напитками. Вскрыть они его успели, но достать оттуда ничего не успели. Были задержаны нарядом полиции. Здесь главное вовремя среагировать. Написать заявление в полицию и попросить предоставить видеозапись. Возможно, область, где совершено правонарушение, попала в зрительный глаз видеокамеры. Промедление лишь помогает ускользнуть нарушителю. Потери родных и близких, кражи каких-то личных вещей. Они начинают искать сами. Потом через неделю-две приходят в отдел полиции, пишут заявление. Заявление принимают, отдают далее. И только потом, через месяц, соответственно, начинают к нам обращаться о предоставлении данных видеозаписей. Записи на сервере хранятся ровно месяц. Из-за большого объема видеоинформации держать архив дольше невозможно. Поэтому в случае непредвиденной ситуации необходимо сразу же, не откладывая на потом, обратиться в полицию. Шансы на то, что момент грабежа, убийства или несчастного случая попал в объектив камеры, остаются всегда. Никита Филатов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.